Привет, мои любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике с вами поговорим о тех официальных комментариях от Министерства обороны по поводу вот этой всей ситуации, от этого всего ужаса, который происходит у нас в последнее время, связанный с повестками, с тем, что сотрудники полиции, сотрудники центров комплектований отлавливают людей на улицы и тащат их в неизвестном абсолютно направлении. У меня есть подозрение, что это, скорее всего, в этих центрах комплектования. Повестки могут быть вручены в любом месте, которое не заборонено законодавством Украины. Про это в комментарии информационного агентства поведомил начальник управления профессионального штаба командования сухопутных войск ЗСУ полковник Роман Горбач. Я, конечно, соглашусь, что может быть вручено в любом месте, но есть одно большое но, что для того, чтобы вручать повестки, у сотрудников центра комплектования должны быть соответствующие полномочия для этого. То есть у них должен быть приказ от их непосредственного руководителя, где именно эти сотрудники уполномочены на вручение повесток. Я уже более детально это рассказывал в видеоролике про вручение повесток. Повестки не обовязково могут вручаться представникам территориального центра комплектования. То есть соцподдержка, пояснив Горбач, они могут быть вручены и другими посадовыми особами, предпоченными законодательствами, как керевницам установок организаций и предприятий, где працует призывник, так и премьерам, керевникам ЖЭКу, СББ и другими посадовыми особами. Уполноваженным территориальным центром комплектования вручать такую повестку. Абсолютно он правильно сказал, что уполномоченные. То есть уполномоченные, если они на словах вызывают кого-то, говорят, «Эй, ты иди сюда, иди там разнеси, давай там вшевели батонами». Нет, это не так. Должны быть на это соответствующие документы. Как и у сотрудников центра комплектования, что они имеют право вручать данные повестки. Но тут есть очень большая коллизия, что все эти вот перечисленные им личности, они не имеют права проверять документы. Как они могут вручать повестки, не проверяя документы? У нас только правоохранительные органы имеют право проверять документы. Он также прокомментировал видео, где-нибудь представители территориального центра комплектования для поддержки у незаконных способов вручают повестку. За словами Горбач, целиком имоверно, что российская пропаганда очень сприяет тому, чтобы эти ролики ширились в больших масштабах. Здесь речь идет о том самом видеоролике, где восьмером примерно одного мужика у нас в Одессе скрутили, закинули в автобус и куда-то там увезли в неизвестном направлении, но фактически похитили человека, а не вручали ему какую-то повестку, о чем он говорит. Кто там кому что вручал, если просто совершили похищение человека посреди улиц. А по поводу российской пропаганды, тут я тоже полностью с ним соглашусь, пусть они проведут с этими всеми деятелями разъяснительную работу, и сами с собой в первую очередь проведут разъяснительную работу, и изучат Конституцию Украины, откроют и изучат, что такое права человека, что нельзя людей, вне зависимости от этого военное время, невоенное время, нельзя людей похищать с улицы, это запрещено, согласно нашего в первую очередь уголовного кодекса, уголовного нашего законодательства. Я сегодня не успел, но завтра обязательно опубликую в телеграм-канале видеоролик, где такие же два зеленых человечка, но уже с автоматами, пришли домой к кому-то, нарушив все возможные законы, заломились, и какого-то мужика крутят там, ребенок кричит, не надо, ну реально, после таких видеороликов, я всегда был за Украиной, я сейчас за Украину, но просто отворачивает, на это все смотришь, и реально не понимаешь, где ты живешь, в какой стране живешь, если кто-то там может к тебе прийти домой, выбить дверь, скрутить и куда-то там утащить в неизвестном направлении, непонятно вообще куда, непонятно зачем, попросту похитив человека. Так что видеоролик завтра обязательно будет в телеграме, переходите, ссылочка будет в описании, как всегда на телеграм, подписывайтесь на него. Еще ведомо про призыв в Украине. 18 жовтня Верховная Рада подтримала законопроект, что до призыва на строковую військовую службу, это деятельность призывной комиссии. Сгідно с текстом проекта закону 8109, подчас дії военного стану призыв на строковую військовую службу не проводится. Тоже это достаточно важный момент, что призыв не проводится, поэтому те, кто от 18 до 27 лет, могут пока особо не переживать, призывать в армию их не будут. Стосовно хвиль мобилізації, уже 24 лютого цього року йде мобилізація у нас, вона оголошена указом президента України, і навіть з самого початку ніяких хвиль мобилізації не було. Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано за мобилізацію, потім ті темпи постійно зниживалися, і зараз вони на багато нижчому рівні, ніж на початку. Говорити, що після нового року буде чергова хвиля, так говорити не можна. Я думаю, що всі, хто проживає в Україні, почувствували, що ніяких волн, ніяких хвиль після нового року, в це час, в який я записываю цей видеоролик, не планирується і не буде. А це просто так, вони там чого-то бігають, кого-то хватають, кого-то ломають, кого-то кудись тянуть. Ну так. Звичайно, є категорія, яка ухиляється від, не тільки від проходження служби, а навіть для уточнення військових облікових даних, коли викликають громадян, дехто з них ухиляється від явки до територіального центру комплектування. Так, такі категорії є, але вони, ця цифра не дуже значуща, їх не так багато на загальній масі всього населення. Тому індивідуально, якщо брати кожен випадок, це звичайна проблема. Але в загальному масштабі великої проблеми в цьому нема, тому що в нас, в принципі, все йде по плану. В межах похибки. Да. Як ви бачите, він підтверджує, що є дійсно ті люди, які уклоняються, які там не хочуть чого-то йти в центрі комплектування, але це які-то единиці, які-то незначительні, навіть не посчитаєш їх до такої степени, їх мало. Все люди йдуть туди добровольно, все нормально, полностью происходит. Ну, то есть, какая-то такая ситуація, може, ми живемо в разных с ним странах, я не знаю, я в Україні, а він де-то в другой какой-то страні живет, или він на улиці не ходит, или що-то где-то він не договариває, или попросту говоря, нас обманує. Моє вообще мнение, в двух словах хочу сказать, по поводу этой всей ситуации, с этим беспределом, который происходит, с полицией, которая там в этом участвует, с центром комплектування. Почему це все происходит, мое мнение? Потому що вони не можуть по закону как-то людей туда заманить, как-то людей заставити, как-то уговорити, как-то на них повлиять, то есть провести эту всю мобилизацию в рамках действующее законодательство. Поэтому идет этот весь беспредел. То есть у нас есть целая куча правоохранительных органов, у нас есть центры комплектування, которые не могут справиться со своей задачей в рамках закона. Это мое мнение. Поэтому они действуют по беззаконию и по беспределу, то, что мы видим. По закону у них не получается. Соответственно, вся вот эта правоохранительная система, там СБУ, прокуратура, полиция, бюро расследований, центры комплектування тоже вместе с ними, они не выполняют свою обязанность. Но они являются очень грамотными, обученными людьми. И обученными в первую очередь с оружием, знают, что такое дисциплина, что такое руководство, что такое вообще, когда командование, что такое приказ, который надо выполнить, кровь, как говорится, из носа. И, соответственно, у меня есть вопрос. Если они в правовом поле не справляются, ну не могут никак они это сделать, то почему бы этот обученный гигантский мобилизационный ресурс, который у нас есть, который, ну я считаю, ну вообще они, ну вот, ого-го, не то что там я или кто-то из моих зрителей, специалисты с большой буквы их назовем, почему их туда не призвут, и пусть они покажут, как это все надо делать, как надо там находиться, как воевать, как что-то происходит. Я думаю, у них это получится на раз, два, три, с тем учетом, какое их количество, то я думаю, глядишь, погонят этих россиян, будут они бежать, бежать, и аж там за Москву, аж не то что до Москвы. Я думаю, у них это прекрасно получится, потому что они являются реально обученными специалистами, в моем мнении. Поэтому, если, говорится, не умеют в правовом поле работать, не знают, не обучены, не научил их начальник, в институте, может, не научили, или еще где-то опыт их не научил, то пусть делают то, что они умеют делать гораздо лучше, чем я и гораздо лучше, чем вы, мои друзья. Такое мое мнение по вот этому всему беспределу, что все-таки это все должно быть в рамках законодательства. А не можете, так покажите сами, как это надо, а не восьмером крутите одного беззащитного, безоружного человека. Розкажу вам такую вот историю. Телефонует до меня наш координатор, это было здесь близко години, думаю, может, трошки больше. И говорит, что до нас в хостел пришел польский участковый, не буду говорить «место» и так далее, но это город, это не село, и там у нас великий хостел, где на двоих поверхах живут наши работники. Говорит, что пришел участковый и просил данные по количеству человеков из Украины, которые заехали в Польшу после 24 числа. Вот такая вот информация от неизвестной девушки. Поэтому те, кто за границей находится, вы тоже не расслабляйтесь. Хотя я, честно, считаю, что, наверное, это все-таки какой-то фейк, какая-то брехня, нет никаких доказательств, нет никаких подтверждений того, что что-то такое действительно происходит, о чем говорит эта милейшая девочка. Ну что, друзья, вот такой вот видеоролик получился. Если он вам понравился, подпишитесь на мой канал, те, кто еще этого не сделали. Буду вам за это очень благодарен. Всем, конечно, всего самого наилучшего и мирного неба над головой. Спасибо.